Добрый день! Сегодня у нас речь пойдет о представителях семейства Морантовых. Семейство чрезвычайно разнообразного и совершенно необыкновенного по своей окраске. Ну, честно говоря, не так это семейство распространено, как многие другие, как мое любимое семейство Ароидных, или как какие-нибудь там Пикус и Пальмы, которые испокон веку выращивались в квартирах. Это все-таки такое, я бы сказала, недавнее такое начинание для растеневодов. Конечно, коллекционеры уже давным-давно имели эти растения, но вот в широкую продажу они стали поступать, но я так думаю, лет 10 тому назад, но очень быстро завоевали, как говорят, сердца покупателей. Потому что растения с необыкновенным совершенно внешним видом. Вот даже я тут стою, далеко не все, ну вот просто вот что сейчас есть в наличии, то мы вам и показываем. Но это просто маленькая часть представителей этого семейства. Ну, давайте начнем с самих маран. Вот одна из прекрасных представительниц. Это все разные виды и сорта. Вот на основании одного вида выведено вот два этих сорта. Ну, здесь достаточно простой лист. Видите, молодой лист на светлом фоне имеет темно-зеленые пятнышки, а потом они начинают коричневеть и выглядят вот таким вот образом. Растение это нарастает и может становиться ампельным, потому что дает вот такие розетки. Кроме разрастания как бы материнского растения, еще вот такой длинный побег, который можно вот таким образом обрезать и укоренить в другом горшке. Или же можно подставить другой горшок и тоже его укоренить. Вот так примитивно просто растения размножаются. Ну, посмотрите, вот это растение две окраски, а посмотрите вот уже на это растение. Ну, это же просто как будто художник взял и этот лист расписал. До чего это все красиво. Значит, кроме марант, в семействе еще несколько родов. И один из самых известных – это колотеи. Колотеи тоже подверглись всевозможной селекции, но и виды колотеи, они тоже очень интересные. Ну, начнем вот с самых, например, таких, ну, я не могу сказать в отношении этого растения, что оно невзрачное, но дело все в том, что есть гораздо более интересные. Вот посмотрите, здесь тоже двухцветный лист, вот такая яркая жилка, тоже как будто кисточкой взяли и нарисовали. Вот все листья представителей семейства марантовых необыкновенно декоративны. Но вот эта колотея, она еще очень симпатично цветет, чем добавляет себе красоты и прелести. Вот видите, вот такие вот цветки на высоких цветоносах. Как правило, маранты цветут где-то в основании, бывает вот колотеи. Маранты цветут вот, мы тоже видим вот такой маленький цветок, но у этой маранты он совсем невзрачный, потому что, сами понимаете, при таких листьях уже не нужно иметь красивых цветов. Это был бы просто нонсенс. А вот с этими листьями, вот эти на высоких цветоносах, смотрятся очень симпатично. Но вот еще тоже один из недавно полученных сортов колотеи, вот видите, вот таким вот образом разукрашен лист. Да и сама форма листа, тоже такой красивый зубчатый край, видите, тоже она очень нарядная. И надо сказать, что из всех вообще представителей марантовых и колотей, я бы сказала, что растение самое неприхотливое. Очень хорошо делится и прекрасно нарастает, в общем-то, при любом раскладе. Конечно же, в первую очередь не надо забывать о том, что растение пестролизное очень любит цвет. Но у марантовых есть одна особенность. Они совершенно не переносят прямых солнечных лучей. И у них для этого есть такой защитный механизм. Листья, вот такой прекрасный лист, он вот так сворачивается в трубочку и становится вот такой трубочкой, как только прямые солнечные лучи на него попадают. Вообще надо сказать, что в природе все эти растения растут под пологом леса. На открытых пространствах, как правило, их не увидишь. И вот эти трубочки уже никогда не раскручиваются. Если растение закрутилось, то все, уже оно останется в таком состоянии, и только новые листья пойдут и будут нормально развернуты. Поэтому, конечно же, я вам не рекомендую ставить на южные окна, или, допустим, юго-восточные, или юго-западные. Все-таки до обеда или после бывают прямые солнечные лучи. Или же, если уже некуда поставить окно южное, значит, летом обязательно закрываем тюлевую занавеску, какую-то легкую, чтобы или отставляем растение немножечко вглубь комнаты. Ну вот, смотрите, вот еще одна из красивейших совершенно колоты. Ну, посмотрите, практически черный лист вот с такими вот розовыми разводами. Ну, я не знаю, просто вот меня поражает в природе несколько вещей. Это, например, как комочек слизи создает прекрасную раковину. Вот так же, как вот лист вырастает, что он вот такой окраски. Где это запрограммировано, как это происходит, вот это чудеса. Вот как раз колотеи – это такое чудо. Значит, чем колотеи могут страдать вообще в комнатных условиях? Если света им не хватает, а вот, кстати, мы можем посмотреть, вот листья, которые, посмотрите, вот выросли зимой, а света маловато, вот тогда они покрываются вот такими коричневыми пятнами, может быть, прямо по всему краю. Это результат действия гриба, безусловно. Но, опять-таки, гриб садится на лист, когда он ослаблен. Видите, вот окраска листа, и вот, вот это лист, выросший зимой. И естественно, что окраска менее интенсивная, лист сам слабее, и гриб моментально занял на нем свое место. Поэтому все-таки освещенность должна быть всегда на высоком уровне. И когда у нас зимой короткий день, я очень рекомендую либо делать специальные фитолампы для этих растений, либо просто включать хоть какой-то свет в комнате и продлевать таким образом световой день для растений. Ну, это для всех растений будет очень хорошо. Вот. Теперь давайте вот еще покажу несколько колотей совершенно тоже необыкновенной окраской. Мало того, что, понимаете, вот на одной колоте лист красивый, но это так разнообразно, как, наверное, ни у каких других растений. Вот тоже, посмотрите. Ну, как может, да, из почки вырасти лист с такими ровными рисунками? Просто восхитительно совершенно. Мало того, что лицевая часть листа, видите, это зеленый, с темно-зеленым, да еще разный орнамент, еще и изнанка какая интересная, изнанка полностью свекольная. Ну, я считаю, что это просто поразительное сочетание, которое не каждый художник придумает, а вот природа так придумала. Или вот, например, еще прекрасная тоже колоте. Ну, посмотрите тоже, какой орнамент. Ну, вот просто, ладно, я понимаю, что какие-то листья могут быть там пятнистые, желтые с красным, как бывают там фикусы, например, какие-то, но это же просто вот замечательный рисунок. И опять, изнанка листа вот такая вот темная. Тоже очень красиво. Кстати, вот это одна из высоких колотей, потому что большинство из них маленькие. Вот еще один представитель семейства марантовых. Вот, посмотрите, тоже, несмотря на то, что вроде бы такая окраска уже менее сложная, но тоже, как красиво. Вот молодой лист разворачивается, на нем даже розовизна какая-то. Вот два или три тона зеленых, розовый, белый, черешки красные, опять-таки, изнанка красная. Ну, в общем, растения, конечно, восхитительные. И я хочу сказать, что не бойтесь, не бойтесь их покупать. Ухаживать за ними не так сложно. Поэтому я думаю, что будут вас радовать достаточно долго. Потому что многие боятся брать пестролизные растения, что они быстренько как-то сойдут на нет. Нет, конечно, вот при соблюдении тех условий, о которых я говорила, я думаю, что они будут вас радовать достаточно долго. Но они тоже любят подкормку. В светлое время года надо подкармливать. Ну, а пока до новых встреч. Смотрите нас, задавайте свои вопросы. До свидания.